В ТГУ обучаются студенты из 23 стран, каждый из которых несет свои уникальные традиции, обычаи и философию. А значит и Новый год здесь празднуют не один и не два раза. Официально он является началом Нового года в Иране и Таджикистане. Празднуют его также в Узбекистане, Туркмении, Грузии, Албании, Азербайджане, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане и регионах России. Сегодня, глядя на вас, я понимаю, насколько это важно. В очередной раз понимаю. Знала каждый день, но сегодня вы мне еще раз показали, как же это важно беречь, сохранять и нести людям традиции своего рода, своего народа, своей культуры, своей семьи. Вот именно такое многонациональное, удивительное состояние весны и должно быть в каждом из нас с вами. Именно так, с душой, с сердцем, с бережным отношением к своей национальной культуре мы должны встречать день весеннего равноденствия. Проходит Навруз в день равноденствия, 21 марта, знаменуя рассвет весны и новой жизни. Его история насчитывает уже более 5000 лет, за которые успела сформироваться по вере. Чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдет год. Хочу поздравить всех наших студентов с ТГУ и всех людей в мире, поздравить с праздником Навруз. Навруз – это праздник, который объединяет все народы. И еще раз всех с праздником Навруз. В ТГУ Навруз отметили уже в пятый раз. До начала концерта гости мероприятий могли полюбоваться на национальные наряды, ручные изделия и пообщаться друг с другом. А затем на большой сцене актового зала Тольяттинского госуниверситета выступили студенты ТГУ и приглашенные гости из лицей искусств и образцового ансамбля танца «Самоцветы». В программе концерта были показаны национальные вокальные, инструментальные и танцевальные номера народов Киргизии, Калмыкии, Таджикистана, Памира и Узбекистана. Я прониклась этим праздником и считаю, что он действительно достоин быть таким масштабным. Отмечать его нужно действительно дружно. И русские тоже могут подключаться к празднованию равноденствия. Пускай они называют этот праздник по-другому, но праздник всех объединяет. После окончания основной концертной программы празднование Навруза продолжилось, как и полагается во многих странах, за столом. Главным угощением стал плов – национальное блюдо народов Средней Азии. Для иностранных студентов Навруз – это возможность хотя бы на время вернуться в уютную атмосферу дома, вновь вживую услышать родную музыку. Ребята очень далеко от дома. Для них это… они так в отрыве от своих, как говорится, корней, от национальности своей. И для них очень важно почувствовать то, что их здесь принимают. Сегодняшний день меня поразил очень, потому что столько талантов, столько радости. Мы и наш народ принес людям, многие русские, другие нации узнали об наших традициях. Это замечательно. С 2009 года праздник включен ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия человечества. Его называют по-разному – Навруз, Наурыз, Норус. Но как бы ни разнились его названия, неизменным остается одно – его предназначение – объединять людей, дарить радость и всегда помнить о традициях своего народа. И встреча весеннего Нового года в Тегу стала именно таким праздником – добрым, ярким и радостным.